всем привет друзьям и все кто будет смотреть мое видео хорошего настроения сегодня статья будет очень интересно тоже как всегда влияние осмотров гнезд на лед пчел пчеловоды всегда любят осматривать пчел ну и существует такое мнение что при осмотре пчел но так сказать теряется медосбор вот провели этот опыт и определили теряется он чинит это весьма интересно поэтому все кто любит осматривать чел и учиться заострите ваше внимание и послушайте что тут проводили какой этот опыт и так влияние осмотров гнезд на лед пчел то есть как они приносят мед как они работают и так далее у пчеловодов практиков сложилось мнение что осмотр пчельных семей во время лета пчел значительно снижает их работоспособность если осмотр проводится в первую половину дня пятьдесят девятом году на экспериментальной пасеке украинской опытной станции пчеловодства мы проводили неоднократные опыты по определению зависимости лета пчел от разборки гнезд опыт и ставили с при обычных осмотрах с полная разборка нес и также во время отбора рамок для откачки меда при этом учитывали состояние семей их силу количество печатного открытого расплода количество меда и наличие матки опытные контрольные семьи были сильными имели достаточное количество расплода и медово-перговых запасов все они имели плодных маток наблюдение проводилось период наиболее интенсивного лёта с 10 часов утра до 5 часов вечера для опытов 17 мая мы отобрали 9 опытных и 9 контрольных пчелиных семей интенсивность лёта определяли до разборки гнезда и во время осмотра сразу же после осмотра и через 15-30-60 минут после осмотра результаты наблюдений приведены в таблице я сейчас засчитаю вам наш опытные всего 9 так сколько пчел прилетала за три минуты они записали здесь опытные контрольно опытные это те которые они проводили разбирали собирали вот до осмотра за три минуты прилетала в опытных 1225 а в контрольных точнее 1225 и 1416 а во время осмотра в опытных семьях во время осмотра сколько они открывали улик там 20-30 минут вот в течение осмотра 3 мин 3 минуты за за три минуты они посчитали что пчелы уменьшились летать в опытных в контрольных они не осматривали там просто такое же количество или даже увеличилось потому что как говорится день нарастал и пчелы дальше летали сразу же после осмотра скажу вам что опытные семьи практически даже увеличили свое состояние лед вот по отношению тех что до осмотра до осмотра было 1225 а после осмотра 1300 то есть то есть во время осмотра когда вы раскрыли вы нарушили гнездо и и пчелы естественно потеряли свое равновесие читаем дальше после осмотра 15 минут прошло пчелы еще увеличили знаете еще лучше увеличили даже чем контрольные у контрольных от начала было 1416 и и дальше 1416 продолжалось а у тех которые осмотрели в опытных было от начала 1225 а потом за 15 минут после осмотра 1454 30 минут прошло после осмотра 1399 у опытных то есть немножко упала по-видимому это самое пчелы стабилизировались и 60 минут час прошел после осмотра 1360 то есть до осмотра было 1225 и стало 1360 опытных немножко увеличилась как как говорится немножко чуть-чуть после того как они к вечеру они раза разошлись работать и так практический вывод с этого данных что семьи влияет только во на время осмотра после осмотра семьи продолжают таком же активном варианте работать друзья и проводили они другие опыты что при осмотре с полной разборкой гнезда были пчелы зуля то же самое производился такой же опыт и точно такой же результат произошел то есть разбирали гнездо смотрели как я уже прочитывал но как говорится семьи увеличивались точно таким же образом даже когда мед отбирали еще последний так сказать вариант у них тоже самый вариант произошел как говорится и тут они сделали вывод я не буду затраивать ваше внимание но проведенные наблюдения дают возможность сделать вывод о том что осмотр пчелиных семей почти не снижает лёта пчел естественно чуть-чуть снижает когда вы смотрите а потом все восстанавливается и так друзья вот такая интересная информация для вас я не стал вас так сказать но загружать длительными их ними опытами которые проводили и хочу вам прочитать еще одну интересную статью это интересная статья потому что она связана с зимовкой пчел наш колхоз имеет пасеку 232 семьи пчел это было в то время слушаем что в никакие опыты производили от из пчеловодства этом хозяйстве находится в опытных руках и дает значительный доход доход игор карпович собин лучший пчеловод колхоза прошло несмотря на неблагоприятные погодные условия он получил по 45 килограмм меда в среднем на семью пчел и занял первое место в районе осенью 1958 года пчелы нашего колхоза собрали большое количество падевого меда заменить который нам не представилась возможностью над пчелиными семьями нависла угроза гибели как предотвратить это бедствие собину пришла оригинальная мысль принудить пчел очистить кишечники магазинных надставках но это уже во время зимовки как говорится с этой цели улья с семьями нуждающимся в облете мы вносили в хорошо натопленный пасечный домик снимали подушки холстики немножко завертывали и ставили магазины накрыв их стеклом то есть пустые магазины вот на холстик холстик откворачивали кусочек чтобы пчелы могли вылезти и сверху ставили пустой магазин и в итоге когда а и накрывали стеклом вот и свет естественно был помещение натоплено было челы обеспокоены переносом и почувствов тепло и свет постепенно выходили из гнез в магазинные надставки делали взлет и в это время очищали кишечник многие челы испражнялись ползая по стенкам надставки после того как выход чел из прекращался магазинные надставки сняли холстики заменили чистыми гнездах семей особенно сильно пострадавших от поноса часть рамок с недоброкачественным медом заменили на рамки с сахарным сиропом обработаны таким образом семьи внесли в зимовник весной эти семьи нормально развивались и собрали меда значительно больше тех которые в зимовке не облетелись ну все знают как важно производить а как говорится своевременное освобождение кишечника у пчел во время зимовки у кого особенно длинная зимовка они должны побеспокоиться на об этом варианте я же живу на юге у нас тут практически до по сей день челы облетывается вот и проблем нету с этим еще небольшая статейка пчелы и урожай подсолнечника я думаю вы это все знаете но я хочу вам факты за заметить она очень маленькая колхозным пчеловодом я работаю с 1930 года приходилось не раз вывозить пчел на опыление подсолнечка и замечать как от этого повышается его урожайность в прошлом году мы бригадир и поясняется и агроном и я решили показать всем колхозникам влияние пчелопыления на количество получаемых семян с этой целью в массиве подсолнечника в 15 метрах от пасеки 15 июля было закрыто марлей 10 корзинок подсолнечника с целью изоляции их от пчел марлю сняли 10 августа с этих корзинок было намолочено всего лишь 700 граммов семян одновременно было срезано такое же количество контрольных корзинок с которых намолотили один с половиной килограмм семян наш опыт еще раз подтвердил высокую эффективность пчелопылитель намного повышающей урожайность полей то есть практически пчеловод говорит количество семян увеличилось два раза и если там где пчелу не опыляли 700 грамм а там где опыляли в полтора килограмма то есть 700 и 800 грамм больше чем два раза и так друзья вот такое видео для вас размышляйте ставьте лайки подписывайтесь если вам нужно еще какое видео то конце видео вы можете кликнуть на любое нужно вам видео подходящее удачи вам до встречи и